Приветствую! Гутун так! В общем, всем привет! Сегодня, ребят, у нас на повестке дня Private Label сети магазинов Простор Лорена Бьюти. Даю этому бренду второй шанс и пробую кое-какие хотелочки, которые я обнаружила на стенде этого бренда. Мы с самым милым котом на свете решили подготовить для вас такой креативный образ. Иногда и бюджетная косметика очень вдохновляет, чему мы несказанно рады. Находить для вас что-то не очень дорогое, но очень стоящее. И если вам интересно узнать наше мнение по поводу продукции Лорены, а также посмотреть, как все наносилось, желаем вам приятного просмотра! Ты куда, кот? Кусять? Гроза. Нет, кот просто боится грозы, ребят. Я тоже боюсь грозы. Знаете, ребята, я как самый умный человек в день с суперсильной мигренью не смогла ничего придумать лучше, чем сесть снимать для вас. Но очень уж мне хотелось показать вам кое-какие покупки с магазина Простор. Я решила дать второй шанс бренду Лорена Бьюти. Во-первых, вы мне писали, что Маша, она типа очень критично так вышел первый обзор и кое-какие продукты вам все-таки нравятся от этого бренда. У меня остались очень негативные впечатления после первого впечатления. И я первую покупку сделала на сумму около 400 гривен. Мне кажется, это давненько еще было. На Лорену были скидки в Просторе. Я закупилась очень впечатлившись отзывами в интернете, что очень бюджетная косметика, но цена-качество так скажем не совпадает, то есть качество лучше цены. Я осталась при своем мнении, но у меня сейчас на канале, знаете, какая-то такая перезагрузка и я стараюсь дать второй шанс брендам, которым я его не оставила. То есть у меня первый раз попробовала и мне не понравилось. Я думаю, нет, Маша, так не делала. Нужно хотя бы оставлять какую-то минимальную выборку, то есть понимать, что бренд или, возможно, продукция бренда не так уж и хороша после того, как надо попробовать все-таки уже несколько позиций с продукцией, чтобы составить верное впечатление. Бренд Лорена Бьюти — это private label сети Простор. И удивительно, что абсолютно не совпадает информация на самом сайте. Ее легко можно загуглить. Я вам прикреплю скрин с сайта Простора, что Лорена Бьюти — это бренд с французской концепцией, но с производством в Стамбуле, то есть турецкое якобы производство, но сами там упаковочки, вот это все придумывается во Франции. Не тут-то было. Ребята, Китай, китайский, как всегда, я, знаете, начиталась в интернете, сейчас я уже так очень скептически отношусь к заявлениям брендов, пока не потрогаю упаковки сама воочию, пальчиками, ручками. Знаете, не имею ничего против Китая, потому что я была в Пекине, мне, в принципе, там понравилось, если рассматривать город именно как с туристической точки зрения, но сейчас не об этом. Я решила выбрать какие-то позиции от Лорена Бьюти, которые мне потенциально могли бы понравиться как покупателю, а не как блогеру, потому что как блогеру, конечно, нужно было бы взять там тональный, консилер, знаете, все лицо. Первые мои покупки как раз-таки были в разнобой и для лица, и для глаз, и для всего-всего, и мне вообще ничего не понравилось, и я подошла к стенду в этот раз, знаете, так задумалась, очень тщательно все посмотрела, повыбирала тона, и выбрала то, что мне как потребителю может понравиться в перспективе. Там, ребят, можно сказать, сегодня у нас Лорена Бьюти выбор от Маши. Я не пробовала еще ничего на лице, но сводчила и нюхала. У меня большие вопросы к отдушке данной косметики, но они возникали еще при первом впечатлении, поэтому я не так уж и удивлена. Как-то хочется вместе с вами попробовать отдохнуть, релакснуть, поэтому завариваем чайчик, кофеечек. Будем надеяться, что сегодняшнее видео как начинается на позитивной ноте, так и завершится оно на позитивной ноте, и не будет моего разочарования очередного косметического. Первый на меня выпрыгивает вот такой запеченный продукт. Заявлено это как иллюминирующий запеченный контур, но вы же видите, что это то ли хайлайтер, то ли румяна, то есть что-то такое мультифункциональное, я бы выразила. Здесь как бы 14 грамм, вот за это уже спасибо, очень много. Я выбрала тон 0,4. Контур мы, конечно, этим не сделаем, но зато можно будет подсветить важные стратегические места. Как вы понимаете, я очень люблю сияние на этом канале и вообще в жизни. Просто дайте мне хайлайтер, разоберите у меня всю косметическую продукцию, оставьте всякие сияшки, спарклы. Поэтому я и набрала сегодня все сияющее. Дальше у нас идет вот такая рассыпчатая пудра, заявленная это как Diamond Bomb Highlighter, но это действительно больше как рассыпчатая слюда. Здесь на первом месте силикон, мико, а слюды-то и нету, интересно. Я почему-то думала, что здесь слюда должна быть на первом месте, но ничего, силикон так силикон. Далее, с той стороны нас выпрыгивает рассыпчатый пигмент от Лорены. Я пробовала жидкие тени и продала их в итоге, потому что мне они совсем не понравились. И сегодня решила дать шанс именно сухому продукту. Очень мне оттенок понравился. Он в баночке смотрится прям таупово-серым и однобоким, но на руке он раскрывается с таким мелкодисперсным вкраплением блесточек, и они прямо переливаются. Мне понравилось. Посмотрим, как это на глазах будет. И последнее, что нас сегодня ждет из Лорены, это подводка глиттерная. Glitter Liner Perfect. Ну, насчет ее идеальности я бы тут поспорила, потому что я все-таки ее уже на руке сводчила. Она, знаете, засыхает такой корочкой, и ее очень легко потрескать, поэтому я переживаю, как на глазах это будет, на руке. Ну так, очень стягивающее и как-то слишком плотно, как для глиттерной подводки. Но здесь 7,8 грамм странная граммов, которые почему не 7 или 8? Нет, 7 и 8 грамм нам положили. Ну, знаете, главное, как это все будет работать на морде лица, а не на руке, поэтому будем пробовать. Я заранее стараюсь себя сейчас не накручивать и не настраивать на негатив. Интересно, что с тех пор, как я начала вести этот канал, я перепробовала, наверное, от бюджетного дна, прям каких-то бюджетных дебрей, джунглей, всяких максмаров, кристианов, которые, знаете, вбиваете в гугл и просто особо вам информация даже не выдает по этим брендам до более высокого бюджета, какой-то масс-маркет из Евы и что-то повыше, поэтому у меня уже есть определенная картина, как бюджетная косметика должна работать в той или иной ценовой категории, то есть я, конечно, понимаю, что тени за 30 гривен не будут работать так же, как 300, то есть какие-то моменты будут, возможно, аромат, даже если оно будет красиво наноситься, ну, что-то надо понимать, что чем-то вы будете жертвовать за счет вот этой дешевой цены, но я не могу сказать, что я прям сильно с каким-то предубеждением отношусь к бюджетному бюджету и точно так же люблю пользоваться какими-то очень дешевыми вариантами, но почему я так взъелась конкретно на Лорену бьюти? Я до жути не люблю, когда бренд в интернете на своих сайтах пишет какую-то информацию, которая вообще не связана с действительностью, причем здесь Франция, причем здесь Стамбул, я тогда помню, делала ресерч, как-то связан этот бренд еще с Изабель Дюпон, потому что заявлено, что производство Гис Косметикс, который в Стамбуле, также на Гис Косметикс производится Изабель Дюпон, который в Еве продается или которая в Еве продается про эти бренды очень мало информации, но почему же столько текста и так мало реальности, вот берем любой продукт из сегодняшних от Лорены и что здесь пишут, сделано на заказ компании бла-бла-бла www.prostor.ua ну то есть понятное дело сайт и отсылка к сайту Простора, потому что это Private Label, но в итоге Нинба Китай, Нинба, Нинба и что это вообще за компания Нинба General Export ну вы суть поняли, то есть здесь вообще ни Турции, ни Франции не пахнет и как бы все это факт общий чек, который у меня получился на вот эти четыре позиции по-моему был чуть выше 200, там 220 с копейками я чек не сохранила у меня здесь какой-то легкий ковардак осенний происходит мне очень хочется сделать знаете такой ресток в комнате и какие-то летние вещи уже убрать поэтому у меня здесь такой легкий хаос суть в том, что на сайте простора тоже очень тяжело найти какие-то отдельные позиции вообще сайт простора не очень удобный поэтому я не смогу вам к сожалению прикрепить ни скринов что за сколько я брала я думаю если вам будет интересно можно будет просто сходить в простор и там посмотреть тут баночки такие знаете запоминающиеся то есть это не тяжело будет обнаружить потом на стенде пожалуй выпью я кофейку потому что мигрень усиливается я перестаю немножко соображать убрала сразу волосы ребят в хвостик ребят заколками заколола себя чтобы нам ничего не мешало чтобы нам ничего не мешало много рассыпчатых продуктов и пигмент у нас рассыпчатый и хайлайтер очень надеюсь что сейчас на меня ничего сыпаться не будет я в принципе знакома и много раз работала именно с рассыпчатым форматом что хайлайтеров что теней и проблем быть не должно я тут к вам немножко приехала давайте нанесем что-то на губы я хочу в очередной раз потестировать вот этот тинт как блеск тинт от белор дизайн jump to pitch очень непонятный мне продукт я как-то пытаюсь его полюбить он вкусно пахнет очень стильный перезапуск в плане упаковки но он так странно выглядит на моих губах я прям не знаю как это использовать чтобы это выглядело красиво но он сейчас начнет темнеть потому что он прозрачный на губах начинает приобретать более такой персико-розовый оттенок и есть еще jump to pink он прям совсем розовый но проблема в том что я не могу его как-то адекватно по плотности нанести всегда у меня либо очень тоненько либо очень густо и он потом растекается куда-то ну вот знаете это не тот блеск который бы я хотела что я вот прям такая ой классная упаковка взяла там помазала помазала кайфану и убрала в сумочку нет я прям испытываю какие-то трудности и мне очень грустно потому что это была одна из моих летних хотелок действительно мне очень нравится дизайн но согласитесь это прям стильненько как для белорусской косметики такой более даже какой-то корейский стиль и на губах просто здравствуйте мне уже нанесен консилер как вы могли заметить и сделаны брови я в очередной раз оформила их мылом от ламель и я как-то постоянно сталкиваюсь с мыслью о том что у меня любовь и ненависть любовь потому что это мыло очень комфортное оно мне белый налет не оставляет очень быстро брови стоят вот так вот просто волчьи соболиные какие вы хотите но я как-то отвыкаю знаете если часто не делать вот эти высокие брови то я на себя смотрю у меня брови на пол лица не могу решить нравится мне это или нет и перепокупать я мыло точно не стану все-таки мой любимый формат это гелий мне кажется хайп когда поубавился с вот этими волчьими бровями то как-то и мыло перестали особо бренда выпускать то есть это знаете не что-то такое вечное классика это мы похайповали на этом мыле типа о мыло водичку добавить что-то там мазать и все и подуспокоились поэтому я думаю что все мы рано или поздно вернемся к гелям или помадкам я сейчас нанесу базу сразу начнем не с выстраивания формы вы понимаете у меня здесь палетки нету единственная палетка которая была у меня от лорены я продала то есть все что у меня было с первого обзора я либо выкинула либо продала консилер по-моему я выкинула я решила что как-то некрасиво продавать то что у меня прям непосредственный контакт с кожей имела так что такие дела ребят прям не хотелось мне оставлять это все в своей коллекции тащить из Киева во Львов вообще никаких приятных впечатлений надеюсь что из сегодняшнего обзора все-таки в мою коллекцию что-то основное останется я подсмотрела что можно базу наносить вот так вот спонжиком на глаз тогда очень тоненькое распределение посмотрела я у Марина лакшис надеюсь что у меня тоже все нормально получится нанести и пигмент прилепится действительно вот спонжем классно наносится намного удобнее чем кистью это делать это можно делать только если у вас до этого уже тени не были нанесены и вы не смажете свою тушевку и так далее то есть если вот вы изначально делаете что-то под базу может вы тушевать на ней хотите или как я блестяшки лепить тогда можно вот так спонжем по прибивать я сейчас наношу базу от NYX это клей для глиттера фигмент называется перламутровым pearl pigment у меня тон 0,5 что у нас здесь первая мико интересно да то силикон у нас первый то мико свежая продукция в 2020 году была произведена 3,5 грамма но вообще-то неплохо так вам надолго хватит особенно если вы только на глаза будете это использовать здесь упаковка ребят идентичная с упаковкой LCF и я думаю что наверное есть смысл вам это продемонстрировать нет смысла даже пытаться надеяться что это где-то там турция потому что LCF весь в китае делается и соответственно видимо просто на одном заводе делалось у лорена LCF отличаются только вот наклейка где название бренда вот ребята LCF вот лорена сейчас я тут тоже крышечку открою вы видите что они прям идентичные LCF такой же черный колпачок такая же тут закрывашечка очень удобная кстати формат выпуска мне нравится намного больше чем даже у более дорогих пигментов но не суть реально просто одинаковое все вот такой дозатор у этих пигментов что у LCF что у лорены возможно мы вот так вот парочкой сегодня их и поиспользуем LCF это тон а я не знаю какой тон у меня здесь уже просто все постиралось давненько я его покупала и видите все-таки ой что-то у нас тут все летит поиспользовала то есть здесь наконец-то видно что у меня немножко он спустился такого формата выпуска вам действительно на очень много лет хватит у меня немножко грязная кисть сейчас я очищу ее свою губочку соли очень удобная вещь ребят просто берете и у вас кисть сразу сухая то есть если вам нужно экстренно экспресс что-нибудь очистить очень удобно я пигмент лорены вначале сыплю в крышечку себе она нехило так его высыпается и нюхаю конечно же потому что меня все еще поражает отдушка у всей косметики лорена это смесь детского крема и какой-то такой химозности мне не нравится прям ощущается китайский душок у меня даже фокалюр так не пах но фокалюру с другой стороны это уже более дорогой китайский сегмент чем та же лорена хотя они вообще заявляют себя как турция ох уж мне эти скандалы интриги расследования момент истины база у меня липкая еще на все века давайте красиво ой пигментация конечно у этого пигмента замечательная это не топпер это именно пигмент он полностью покрывает вам все века как-то на клей от никс немножко века пожевала или мне кажется вариант таких очень быстрых коричневых смоки границу я не сильно тут переживаю что делаю возьмем отдельно какую-то палетку и быстренько подтушуем дымку мне главное сейчас основную вот эту сияшечку нашу перламутровую хорошенько втереть в подвижное веко чтобы был перелив ну как-то на веке конечно этих отдельных блесточек не так видно как на солнце очень надеюсь что вам на свотчах было видно я для вас снимала возле окна при солнечном освещении что там есть вот эти вот отдельные кусочки возможно просто нужно на это смотреть именно при дневном освещении при софтбоксах это больше на сатин похоже однако сатин симпатичный чтобы далеко не отходить я этой же кистью набираю капельку пигмента лсф и в уголочек себе как украшал даже наверное не только в уголочек а сейчас проведем от начала внутреннего уголочка и знаете вот так вот оп заходя на серединку сразу скажу что лсф мне нравится больше я думаю очевидно почему то что это сияние больше в моем вкусе здесь отдельные блесточки различимые такое что-то розовато-голубое фиолетовое обожаю эту сияшку от лсф от лорена здесь знаете что-то более такое для возрастного макияжа возможно для моих каких-нибудь более взросленьких девочек если вы не любите суперразличимые отдельные блесточки то вам такое понравится и этим можно на каждый день пользоваться так ребят мне хочется доделать тушевку и вот эту глиттерную подводку нанести не как подводку потому что она чуть-чуть странная в этой ипостаси а просто как глиттер на подвижный век как акцент сейчас быстренько с вами сделаем контурочек и будем наносить глиттер куда-то ребят жилье 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 глиттер у меня все мозг выключился постараемся дотянуть до конца видео в нормальном сознании я беру блестяшечку нашу глиттер здесь кисть кстати пахнет нормально я думала что будет прям спиртиком нести но нет почему я не хочу делать из этого стрелку собственно почему можно же вот так вот провести но ребят что лучше сделать ну ладно это лайнер давайте попробуем сделать наверное двойную стрелку то здесь еще раз продублировать то что я сделала от гламбиси яшкой а на подвижном оставим вот этот пигмент или нет я так что-то переживаю очень не хочу запороть этот макияж что-то мне уже в глаз начало сыпаться блестяшки вот эти что лсф что лорена все-таки сыпятся ребят нужно с этим быть аккуратнее вначале делаем глаза потом наносим тон ну так-то ничего так видите прям хорошая такая серебряная стрелочка и ощущается пока что комфортно возможно возможно я на руке просто очень жирный слой свочила поэтому начал трескаться если на глазу это будет круто смотреться то я эту подводку оставлю в работу для украшения наших будущих макияжей было бы круто согласись мне нравится у этой подводки что она имеет свою плотность цвета то здесь непрозрачные серебряные блестки в какой-то неведомой жижи плавают как корейцы любят часто делать вот ту подводку действительно лучше использовать как акцентик там внутренний уголочек куда-нибудь здесь же это прям как полноценная подводка я бы сказала больше металлизированная и очень хочется мне тогда уже и тут стрелку провести ладно раз уж начали гулять так гулять сейчас как нанесем просто во все возможные места и будем смотреть как она будет держаться ну вот ребят как классическую стрелку ее во внешнем уголочке вообще что-то не очень красиво наносить ее во-первых тяжело насладывать она такая немножко расходящаяся получается не то чтобы она расслабляется просто она не хочет быть плотной в этом месте то есть сделать вот такие акценты гораздо логичнее и я очень сожалею что я сюда ее нанесла мне уже не сильно нравится то что вырисовывается на глазу ну ладно что сделано то сделано сейчас я тушь там нанесу что-нибудь придумаю для окончательного варианта нашего макияжа глаз и будем тестировать уже на лице продукты ребята я тут вспомнила что у меня вообще-то еще есть помада от лорены вот так выглядит матовая на губах у меня она еще застывает это 05 оттенок я думаю более детально мы с вами это все обсудим в выводах а пока давайте хайлайтиться а то я заматированная затонированная но на мне только кремовые румяна под пудрой как-то хочется немножко прибавить живости этому лицу и начнем мы с вот этой штучки которая запеченная что мне нравится здесь 14 грамм продукта этого она очень долго хватит но в принципе запеченная формула обычно более дорогая в стоимости как мне кажется я не уверена но как я замечала если есть запеченный продукт и обычный то запеченный будет подороже у лорены тут вменяемая стоимость по-моему вот эта штучка стоила в районе 80 гривен возможно 60 я уже не помню что из этого сколько стоило пахнет все так же какой-то детской присыпкой в смеси с пластиком но терпимо это воняет только в упаковке то есть если вы готовы с этим мириться то на лице этот запах со временем пропадает мне кажется что это будет капец какие сияющие румяна они сказали что это контур это палитра для контурования что с этим делать ну понятное дело что это хайлайтер очень сильно золотой я уже знаете кручу верчу и боюсь этого момента нанесения ладно попробуем взять самый темный оттенок очень сильно пылит эта штучка и смешать с вот этим нежно-розовым возможно это на щеках и приявится как румянится а я тут боюсь кто же его знает так улыбаемся я взяла специально тон который мне чуть-чуть темноват это белор дизайн ньют хармони и если бы я взяла слишком светлый то мне кажется у меня сейчас были бы пятна из румян так что у меня тут происходит алло румяна так я знаю себя сейчас я не увижу и на слою и потом буду Марфа Петровна сейчас попробуем на эту щеку тоже нанести я не понимаю ребят есть нету вроде как это больше как хайлайтер смотрится то есть здесь нету оттенка здесь есть перелив и я вижу румянец на себе только когда вот хорошенько поднаслоила и когда ворочаюсь о да мне кажется на камере это лучше видно чем в зеркале потому что камера улавливает хоть какую-то подложку а в зеркале я вижу только отблеск и если я не ворочаюсь то на мне это знаете как любой какой-то темный хайлайтер смотрится ну ничего так под этот макияж вроде неплохо так куда на носик тоже хорошенько так набираю и у на носике мы блестим знатно я пока не сильно понимаю куда это использовать и каким образом но почему-то упорно продолжаю наслаивать попробуем под бровь отдельно нанести вот этот розоватый и смешаем его золотом сразу то есть чисто как хайлайт будет наверное заметнее я надеюсь то я пока не понимать да ребят это очень очень ярко прям прям под бровью веду отблеск просто шикарный знаете что я хочу сказать ребят когда космо еще существовало до того как его поглотил простор там был представлен бренд beauty uk я не уверена что он сейчас вообще где-то есть и я купила у них помнится тогда это стоило почти 200 гривен там 170 я училась где-то на третьем курсе запеченный бронзер но он тоже выглядел как хайлайтер это была безумная сияющая формула я использовала то на скулы такой пушистой кистью я прям очень плохо разбиралась в макияже на тот момент ну то есть мне просто нравилось краситься я ничему нигде не училась и знаете методом проба ошибок на себе все пробовала логично и вот сейчас у меня какой-то такой же вайп от того что происходит у меня на щеке то есть это что-то около хайлайтерное если обычно хайлайтер мы воспринимаем как что-то в тон нашей кожи или светлее на прозрачной подложке то здесь видите это прям темные оттенки которые больше даже как тени для век воспринимаются ну то что это темно однако ну вот вижу я теперь на щеках что оно присутствует в общем магическая какая-то штука и почему они называют это палитрой ну видимо потому что три оттенка я бы назвала это больше палеткой хайлайтеров или даже рефилом запеченный хайлайтер вот запеченный хайлайтер радуга запеченный хайлайтер трио вот так вот наверное идеальное было бы этому название и если вам нравится все сияющее то можете это нанесить вот на скулы а не нравится просто смешиваем все три оттенка используем действительно по назначению как хайлайт остается у нас рассыпчатый хайлайтер очень жалко что уже холодновато и я тут не могу перед вами из декольте сидеть потому что я расцениваю вот эту покупку больше как хайлайтер для тела его здесь просто очень много 25 грамм камон ребят ну куда это на себя вымазекать очень хочется все-таки на щеку тоже попробовать ну что у нас просто сияющая щека сейчас сделаем именно в зону хайлайта такую полосочку посмотрим как это наносится вот все бы замечательно но из всего что здесь у меня присутствует от лорена вот эта штука самая вонючая вот прям максимально вонизма достигает рассыпчатый хайлайтер как-то он прям вот детская присыпка он еще знаете выглядит с этими дырочками действительно как присыпка именно поэтому у меня как-то к нему наименьшее расположение больше пока всего мне нравится вот это запеченное трио и подводка тоже очень не дурна собой хайлайтер у меня тон 0.2 там был гораздо красивее тон 0.1 но видимо не одна я так подумала и он был полностью весь раскуплен был только тестер тестер они конечно же не продают и я побаиваюсь что сейчас вот этот тон 0.2 оууу как же тяжело работать с рассыпчатым хайлайтером для яйца он сейчас будет не темноват однако на лето там на ноги на декольте ваши будет неплохо так а что опять происходит не происходит очень тяжело мне как-то привыкнуть к такой продукции я вот знаете набрала видите какой он темный сейчас бы еще жмяхну и ну все испорчу оп слушайте неплохо вроде смотрится не так темно как мне на первый взгляд показалось вот это сияние девочки ну тут я конечно же переборщила она бог с ним у нас первое впечатление со вторым знакомством от бренда поэтому конечно я могу тут что-то неправильно нанести ох вот это сияние сегодня знаете брови просто на весь кадр хайлайтер на весь кадр ой 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 что что же я продолжаю делать маша включи мозг сделай в итоге нормальный макияж пожалуйста это это красиво я прям представляю насколько это красиво будет на ключицах давайте какую-нибудь одну ключицу вам тут освобожу немножко интересного характера контент у нас тут попробуем помазать поактивнее так есть перелив не ну ребят это объективно будет красиво на лето жалко что лето закончилось сейчас я себе шею тоже по вымазику этим хайлайтером ох а давайте вы лорена выпустите то же самое только без ароматизатора и будет просто шикарно действительно очень красивый хайлайтер я правда здесь уже вся в нем и ковер и мои белые штаны домашние но это прям годненько я считаю давайте ребят меня освобождать от плена заколок наверное сейчас распустим с вами волосики сделаем тут гриву нет наверное или да нормально нормально я думала что может хвост оставить но вот такой объемчик на голове тоже неплохо под подобный макияж у меня здесь резиночка такая с баксбани да это баксбани очень люблю мультяшки и когда надеваю эту кофточку с этим топом мне постоянно хочется эту резинку на себя нацепить ребят давайте я может вблизи эту всю красоту покажу посмотрите как это на коже сидит текстуры там подчеркнута не подчеркнута да и мне было бы неплохо это все тоже рассмотреть ребята я в шоке с рассыпчатого хайлайтера он именно заполировался он не сидит поверх кожи он как будто знаете так опа и схватился я не вижу подчеркнутой текстуры хотя текстуры у меня сейчас очень много и это безумно круто действительно неплохое качество и сияние вот дальше чем вижу для жизни думаю ту мач для фотосессий учитывая еще его объем или для лета для жизни декольте и все остальное конфетка по пигменту на глазах к сожалению не так красиво я имею ввиду вот этот перламутровый тауповый пигмент не так красиво как на руке и на солнце но на глазах это тоже скорее всего надо смотреть на солнце при софтбоксах как-то просто очень серо подводка глиттерная красивая только как акцент вижу что она не осыпалась все на месте но если вы пытаетесь нарисовать стрелочку вот тут классическую стрелку где она должна быть то там уже возникают проблемы и неудобства поэтому смотрите сами если вы делаете какие-то акценты то подводка тоже классная что у нас дальше помада помада у меня из первой серии покупок которые прям вообще мои первые впечатления от лорена давайте сделаем чмок тест чистенько я ей довольна очень советую если вы например хотите под определенный образ какую-то такую малиновую помаду но понимаете что в жизни вы таким пользоваться не будете зачем вам переплачивать там 200 гривен за какой-то масс-маркет с таким ярким цветом вы взяли лорена по-моему вот это стоило в районе там 40 или 50 гривен и все у вас там на 1-2 раза на фотосессию на какое-то мероприятие уже есть малиновый оттенок помады к тому же она не сушит губы не отпечатывается я довольна так как я не брюнетка я такой цвет в жизни редко ношу но под малиновые макияжи или под малиновые кофточки мне иногда хочется поэтому вот как раз таки для такого случая у меня лорена осталась в коллекции я ей довольна по вот этой трешечке я пока что в замешательстве качество тоже неплохое но как-то мне непривычно возможно надо попробовать это еще не с таким макияжем то что макияж какой-то очень серый вышел тоже как-то я тут начудила давайте вот так не смотреть больше будем оценивать лицо в целом ребят я не могу сказать что я прям как-то конкретно изменила свое отношение к бренду лорена да здесь есть какие-то отдельные продукты которые прям вот подводка меня порадовала для акцентов или вот эта трешечка по качеству да это лучше чем то что я пробовала при первом своем знакомстве с лореной но я остаюсь при мнении что это очень дешевая косметика то есть вы когда будете пользоваться у вас от этого и пора могут забиться оно как-то не внушает она мне доверия вот знаете LCF тот же в Еве достаточно дешевый или глэмби но там у меня нету вот этого чувства китайского в большинстве продукции своей конечно тоже бывают какие-то ужасные продукты но вот у лорены больше вот этого душка какого-то китайского и мне ну не то что страшновато оставлять это у себя в косметичке но я вам скажу так этим можно накраситься этим можно сделать какие-то дополнительные акценты в макияже но как чисто по-человечески я бы вам не советовала тратить на это свои деньги если же у вас нету какого-то брезгливого отношения к Китаю как у меня иногда просыпается то возможно вам будет комфортнее этим пользоваться для канала я оставлю вот то что я вам сегодня уже проговорила но буду ли я этим краситься за кадром просто когда я иду с подругой на кофеечек или на прогулку нет честно ребят нет буду перед вами откровенно в целом у нас все еще положительная нота этого обзора у меня поднялось настроение я нашла интересную глиттерную подводку я не знаю что там в других оттенках у меня тон 0,2 я смотрела там другие были с менее крупными вот этими блестящими частичками смотрелись просто как подводки возможно тоже стоит их попробовать если они будут на скидке потому что на глазу это не трескается у меня мимика такая достаточно активная сегодня и все равно вот подводка держится все окей просто не нужно наносить это очень толстым слоем иначе она может разлететься на такие кусочки private label сети простор еще очень далеко до того уровня на который сейчас вышли бренды которые принадлежат иеве и очень бы хотелось в просторе тоже увидеть такое же качество как у гламби например гламби не всегда был такой хороший как и в последней запуске они развиваются это видно поэтому если простор пойдет по тому же пути и будет вкладываться в свои бренды возможно у нас будут знаете такие батлы private label простор private label ева но на данный момент ева однозначно выигрывает будем очень надеяться что простор не будет останавливаться на том что у них есть сейчас а то будет грустненько рассказывайте покупаете ли вы вообще что-то в просторе я не так часто туда захожу все-таки я более частый покупатель евы однако в просторе мне нравится само расположение продукции я чаще в простор знаете за какой там зубной пастой захожу за чем-то таким чем за косметозом раньше когда покупала виба и лавли то заходила а потом перестала то что цены поднялись и как-то простор оказался мимо меня буду очень рада ребят вашей поддержке чтобы поддержать меня можно поставить пальчик вверх подписывайтесь чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео а нам с вами до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч